Репутация части ценой у здоровья личного состава. Командир воинской части в Мулино, дабы скрыть от штабной проверки реальные масштабы заболеваемости простудой среди солдат, вывозил всех больных на полигон. Там в холодном учебном классе более 30 больных ребят, сидя в бушлатах за партами, ждали, когда уедут проверяющие. Результаты этого сидения в холоде не заставили себя ждать. Здоровье солдат ухудшилось и тревогу забили их родственники. Призвали здорового пацана в 20 лет, а он через 2-3 недели в господи, через 2-3 недели в господи, в господи. Разуты, раздеты, что там? Знаю, что без валенок... Портянки между 70 сантиметров, байковые портянки, положены по рекламе, по воинск. Им дают вот такой карачок, чуть навернуло весь носок, порожье открытый, и валенки, подошли, все худые. Мороз, снег, зима. Все, вот они и простываются. Не обуты, не одеты, и одеть их, наверное, не во что. Ну и куда их девать, если их куча там в больнице? Они не справляются с ними. Ну и чтобы скрыть, что такая массовая заболеваемость, вот и вывезли. Я просто сама в шоке. Мой сын ушел туда с группой здоровья А, и сейчас уже госпиталь с пневмонией. Ужасно, ужасно. Мы своих сыновей вырастили, отдали здоровых. Их вот там... Ну я не знаю, зачем такая вообще армия нужна, где люди, 20-летние парни болеют пневмонией. Зачем вообще идти служить? Они заболели всякими простудными заболеваниями. И для того, чтобы снизить этот показатель заболеваемости, их больных вывозили, бог знает куда. Два солдата после этого оказались в госпитале. Вот это вопиющий случай. Это преступление, в принципе. Это оставление людей в опасности. Это несоблюдение самых элементарных этих самых уставов. Просто уставов. Командир части должен отвечать за жизнь и здоровье солдата. А он так вот халатно отнесся. Причины нарушения воинского устава командиром части мы решили узнать у него самого. Однако наша съемочная группа была остановлена уже на подходе к КПП. Здравствуйте. Мы с телевидением. Мы бы хотели записать комментарии с командира воинской части. Подождите, пожалуйста. Опустите камеру, пожалуйста. Сейчас дежурную. Много солдат подболело. Извините, пожалуйста. Я не имею права, наверное, говорить. По запущенной снимаю. Командир бригад заплатил. Съемка запрещена. Время запрещено. Ответы на интересующие нас вопросы дал военный прокурор. По заявлению родителей солдат, военная прокуратура провела проверку в части. В результате нее выяснилось, чем были обоснованы приказы командира. Желанием показать то, что в воинской части все хорошо, чтобы не было каких-то претензий по службе, чтобы показать якобы мнимое благополучие воинской части по вопросам заболеваемости военнослужащих. Кстати, желание показать благополучие части теперь отразится на личном благополучии ее командира. Полковник Сухорученко привлечен к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен строгий выговор и вынесено предостережение в недопустимости нарушения закона. Старший лейтенант Ягин, начальник медицинской службы, также получил строгий выговор.